Добрый вечер, Гомель! Сегодня мы редко пишем письма, чаще, конечно же, выбираем электронные аналоги письма, чего нельзя сказать о наших предках, для которых, согласитесь, письма были чуть ли не единственной возможностью узнавать новости. Вот очень интересно, какие письма пишете вы сегодня? Вот что предпочитаете, все-таки электронные сообщения или письма от руки в конверте? Очень любопытно, очень интересно ваше мнение, поэтому звоните в студию на прямой эфир, пишите в Вайбере. Стоит отметить, что в адрес нашей программы приходят тоже самые разные письма, ну, чаще, конечно, по электронной почте или в социальных сетях. Вот одно из таких сообщений пришло от нашей телезрительницы Ирины из Гомеля в нашей группе ВКонтакте. Ирина пишет, что сейчас письма в конвертах можно получать лишь из ГАИ или налоговой инспекции, а вот письмо, написанное от руки, от близкого или любимого человека, это гораздо приятнее. Ну что же, Ирина, конечно, сложно с вами не согласиться. Дорогие друзья, очень интересно, а как давно вы писали или получали письмо или открытку в конверте? Я говорю не про СМС-ку, не про сообщения в социальных сетях, а вот про обыкновенное бумажное послание, например, вот как это. Кстати, авторы этого послания – жители Добрыжского района. Они прислали, я даже зачитаю это письмо, прислали на нашу программу письмо. Добрый день, уважаемая телепрограмма, добрый вечер, Гомель, пишут вам преданные фанаты вашей телепередачи, с восторгом ждем новых выпусков. Очень хотелось бы, чтобы в вашей программе было как можно больше музыкантов, особенно гитаристов. На самом деле мы привыкли исполнять пожелания наших телезрителей, поэтому сегодня на прямой эфир, на Добрый вечер, в эту студию мы пригласили известного белорусского гитариста Игоря Шошина. Игорь, вот так долго я подводила к нашей встрече. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот видишь, как происходит сегодня, люди скучают по гитаре, по музыке, красивой, интересной, настоящей. И самое главное, пишут об этом нам вот в таких вот письмах, конвертах. Ты вообще давно держал вот такой конверт в руках или, может быть, писал? Как давно вообще это было с тобой, расскажи. Для меня, собственно, почта не прекращалась. То есть с появлением интернета я все равно обращаюсь к почте, потому что, ну, я ведь еще пишу иногда какие-то свои сборники там музыкальные, и зачастую их рассылаю своим друзьям. Поэтому вот понятие конверта для меня это такое святое. Ну и второе, это вот я с дочкой очень, мы любим получать подарки от всяких фирм, которые, ну, предлагают рассылки по почте. А, интернет-магазины? Да, или интернет-магазины, да, различные варианты. И вот это ощущение, ожидание вот этой вот маленькой, может быть, такой картонки, на которой написано, что вам что-то пришло. Это как Дед Мороз, который целый год ходит и дарит тебе подарки. Круглый год, Новый год у тебя. Да, и вот что дарит нам почта. Спасибо большое. Ну, а вот как ты относишься к тому, что сегодня люди все чаще все-таки выбирают электронные письма, забывают вот про ручки, про конверты? Это, мне кажется, нормально, в принципе, сегодня ситуация. Ну, однажды я даже одного своего товарища, это Олег Копенков, минский председатель КГБ клуба гитаристов Беларуси. А-а-а. Вот так, да, он долго писал мне письма, вот. Вот, и в последнем письме я ему тоже отвечал, это было очень долго, дела какие-то у нас были музыкальные, такие скорые, вот. И я ему сказал, хватит заниматься клинописью, переходи на компьютер. И он перешел, но все равно письма это осталось как бы. Ну, это такой, знаешь, такой уже, многие говорят, забытый такой пистолярный жанр. Но сегодня мы узнаем, так ли это на самом деле. Вот, знаешь, Игорь, у меня есть такое предложение. Давай мы напишем письмо жителям Добружского района. Это ребята, они даже подписали здесь, есть это Владимир, Кристина, Катерина, Алексей, Роман. Я думаю, я уверена, что они сейчас смотрят нас в прямом эфире. И думаю, им будет интересно получить какое-то там, я не знаю, послание с автографом от Игоря. Ну, для таких любителей гитары, мне просто обязательно я их должен пригласить на одно из своих ближайших мероприятий. Дело в том, что в городском центре культуры 9 декабря пройдет конкурс «Шлягер на гитаре». То есть там будет играться музыка, написанная не для гитары, но исполняемая на гитаре. То есть это уже стал третий такой вот конкурс. Приедут гитаристы из Латвии, из Польши, из Украины, России, Беларуси, то есть много. То есть на любой вкус гитаристы будут... Да, и вот я думаю, что я напишу приятное письмо и их приглашу туда. Это будет необычное приглашение, да, написанное от руки, дорогие друзья, и с автографом еще и Игоря Шошина, как директора, организатора, я так понимаю, еще и участника этого мероприятия. Ну что ж, Игорь, мы следим внимательно, как ты это делаешь. Это из Добруша, да? Добрушским любителям гитары. Да, можно и так написать. Ну вообще имена ребят есть, поэтому выбирай форму сам. Ну что ж, дорогие друзья, пока Игорь пишет письмо, я хочу напомнить, телефон прямого эфира 34-22-43, какие письма вы предпочитаете, все-таки электронные или вот письма от руки. Посмотрите, он даже по-другому ведет себя, когда пишет это не на компьютере, да. Так что, дорогие друзья, нам очень интересно ваше мнение, звоните в студию, пишите в Вайбере. Кстати, есть уже несколько сообщений от наших зрителей, я думаю, тебе тоже будет интересно. Николай считает, что если надо срочно передать сообщение, то, конечно, конечно, выбирают электронный вариант. Это очень удобно. Хотя хранит дома письма от девушки, которые она писала ему в армию. Ну, мне вообще кажется, письма в армию, Игорь, да, это одни из самых трогательных и замечательных. У тебя были такие вообще? Ну, если вспомнить, были и, конечно же, были какие-то такие и трогательные моменты и родителям, и девчонкам, и какие-то там ребятам. Ну, то есть в армии любое письмо, когда оно приходит, это просто не зря люди пляшут там и все, что угодно делают, лишь бы его получили. Кстати, вот хорошая идея, да, плясать под письмо. Есть еще одно сообщение от Валентины Андреевны. Очень приятно получать письмо в конверте, написанное любимым человеком. Ты его долго ждешь, бегаешь к почтовому ящику. Недаром раньше письма, считает наша телезрительница, хранили в шкатулках, а ведь действительно. Связывали ленточками и перечитывали. В таких письмах живет душа, считает Валентина Андреевна. Ну, действительно, это очень интересно. Мне кажется, дорогие друзья, что у многих из вас есть такие коробочки, есть такие сундучки, шкатулочки или, может быть, просто стопочки, перевязанные ленточками писем. Вот хороший повод достать их, перечитать и вот наполнить себя этими удивительными воспоминаниями, причем самыми разными. Ну, я уже слышу вот этот розчерк. Да, давайте покажем нашим зрителям. Итак, добружеским любителям гитары, приглашая на конкурс «Шлягер на гитаре», состоится 9 декабря. Ну, где, что мы укажем дополнительно в письме с адресом. Ну что ж, Игорь, остается только его сейчас упаковать. И мне кажется, в этом есть особая магия, когда письмо укладывается в конверт. Сейчас же ты знаешь, что есть марки определенные, которые надо оторвать уже. Ну, я как советский человек помню, что с ними надо делать. Ну, мне сказали, что сейчас это все делается очень просто. Берется марочка, наклеивается, имеет, попробует и что-то у него получается. Надо отклеить как-то. Ну, я думаю, что тут надо вот так вот. Вообще, конечно, это самое удивительное было в советских письмах. Не, вот оно. Я понял. А, все, я вижу. Да, да, да. Вот сюда, допустим. Сразу видно, что я письма отправляю очень редко. Ну, во-первых, это мы всегда, всегда даем, чтобы это сделали работники почты. Да, они делают это профессионально. Ну, всегда хочется попробовать, приобщиться к этому миру. Ну, вот смотрите, марки стали без вот такого, как бы, да, рифления вот этого. Вот оно что-то было в этом. Вот письмо готово, теперь его надо упаковать, опять же, заклеить, написать адрес и вперед. Ну, вот таким вот чудесным, я сказала, волшебным действием занимается Игорь. Адрес вы уже найдете, да, вот все. Да, все. И отправляем это письмо в Добрыш. Ребята, это для вас. Вот так вот у нас получилось сегодня практически написать письмо в прямом эфире. Ну, на самом деле, очень интересно, вот как долго будет идти это письмо в Добрышский район. И вообще, часто ли сегодня такие письма получают жители нашего региона, Гомельского, и часто ли вообще почтальоны их разносят? Ну, об этом мы узнаем обязательно сегодня, чуть позже в нашей программе. Ну, а пока, если ты не против, я предлагаю продолжить этот добрый вечер звуками твоей волшебной гитары. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня Всемирный День Почты, один из ежегодных международных праздников, который установлен Всемирным Почтовым Союзом в 1969 году. И наша программа, конечно же, поздравляет всех работников почтовых отделений с этим праздником. Вот эти вот бурные аплодисменты от нашей программы для вас. И, конечно же, приглашаем вас, дорогие друзья, присоединяться к поздравлениям по телефону 34 22 43. Вы также можете написать свои поздравления в Вайбере. Можете в Вайбере написать нам свои истории, какие письма пишете вы сегодня все-таки электронные или от руки. А также по телефону 34 22 43 можете поучаствовать в нашем конкурсе. Давайте вспомним известный мультфильм «Трое из Простоквашина». И вот этот удивительный образ почтальона Печкина. Помните, ему постоянно чего-то не хватало, он всегда был вредным, не успевал доставлять свои посылки и письма. Так вот, чего не хватало почтальону Печкину, герою известного советского мультфильма «Трое из Простоквашина»? Звоните, пожалуйста, со своими вариантами ответов по телефону 34 22 43 и пригласительный билет на две персоны на выставку «Доисторические насекомые в Янтаре» получат победителя этого конкурса. Кстати, увидеть необычные экспонаты можно в эти дни в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, звоните к нам в студию, мы расскажем, какие письма нынче в моде, что такое почтоматы и кто такие пасткроссеры. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, директор Гомельского филиала предприятия «Белпочта» Галина Анатольевна Терещенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сегодня, я думаю, с вашей помощью мы узнаем, какие же изменения произошли вообще в почтовой отрасли за последние годы. Ну и, конечно же, примите поздравления от нашей программы. Поздравляем вас. Сегодня у нас в гостях предприниматель Оксана Шевченко, которая очень много общается с деловыми партнерами посредством электронной переписки, не только, как утверждает Оксана. Сегодня узнаем все подробности. Оксана, добрый вечер, спасибо, что пришла к нам. Добрый вечер. Еще хочу представить одного гостя, это руководитель интернационального клуба «Мир без границ» Гомельской школы номер 53. Юлия Кондратенко. Юлия, добрый вечер. Ну, я так понимаю, что ваши ученики, они удачно сегодня используют для общения не только современные гаджеты, но и переписку в конвертах, если можно так выразиться. Мы тоже, дорогие друзья, узнаем подробности сегодня в нашей программе. Еще раз всем добрый вечер. Галина Анатольевна, ну, конечно, самый главный вопрос. Так пишут ли сегодня письма в конвертах? Актуально ли такое явление для белорусов сегодня? Чтобы дать ответ на этот вопрос, я скажу, что с начала этого года, то есть за 9 месяцев этого года, жители Гомеля и Гомельской области написали 8,5 миллионов писем. Еще раз, 8,5 миллионов? 8,5 миллионов. Да, основная часть из этого потока – это деловая корреспонденция, но приблизительно 1,5 миллиона – это переписка частных лиц. Но 1,5 миллиона – это тоже очень много. Поэтому работа у нас есть, будет она у нас еще очень долго, на наш век хватит. То есть мы сегодня решили поговорить о том, что письма не пишут, а оказывается их пишут. Ну что ж, тогда поговорим о чем, да? Я уверена, что у каждого из вас есть какая-то история, вот связанная, вот скажем, с письмом в конверте. Оксана, есть что-нибудь? Ну да, письма на самом деле я очень люблю. И когда пришло время, когда интернет заменил полностью переписку, мы многое потеряли. Потеряли какой-то момент такой вот настройки на написание письма. Какой-то духовности. Да, да. Самая такая глобальная переписка в моей жизни, которая была, это мы переписывались с моим тогда еще будущим мужем, он был в армии. Мы писали друг другу письмем каждый день. А можно спросить, ты дождалась его тогда, если замуж вышла? Конечно. Мы даже ребенка родили. Да, то есть это были счастливые письма такие, да, с хитрендом. Там был нюанс такой, что мы писали письма каждый день, для того, чтобы он получал каждый день письмо, мне приходилось его каждый день писать ему. То есть и удивительно, 15 лет назад, это примерно было тогда, на почте были конверты розового цвета. И когда приносили раздавать письма, вот стоит рота солдат или отряд, там я не знаю, как они раздавали, в стопке конверта всегда розовое письмо выделялось. И вот он тогда говорил впечатлениями, делился, что я точно уже знал и видел без объявления, что там кому пришло письмо, что это письмо лежит. Розовенькое от Оксаны. Да, да, то есть вот это тогда была глобальная такая перепишка. А сегодня есть что-либо подобное в твоей жизни? Нет, это в основном деловые письма. В основном это все интернет-переписка, месседжеры, это вайбер, это скайп, то есть средств общения в электронном варианте быстрого такого обмена сообщением очень много. Но один раз в год я пишу письмо. Я пишу, и недавно ко мне присоединился еще и мой сын, мы пишем письмо Деду Морозу. Но мы пишем не в Беловежскую пущу, мы пишем его условно, мы пишем список своих желаний, мечтаний и посылаем его себе же. То есть адресуя Деду Морозу, но себе на свой почтовый ящик. И когда приходит письмо, я даже принесла несколько таких писем, когда приходит письмо, мы его не открываем, мы его ложим в стопочку. И я так надеюсь, что через лет 10-15 мы с сыном сможем почитать, что исполнилось из того, что мы его тогда загадали в письме. Ну вот эта стопочка, которую как раз-таки можно перевязать ленточкой, да и которая должна в принципе расти. Очень интересная идея. Спасибо большое, Оксана. Аплодисменты. Действительно интересный вариант. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас объявлен конкурс, мне подсказывают, что есть телефонный звонок. Для всех еще раз напомню вопрос. Чего не хватало почтальону Печкину, герою известного советского мультфильма «Трое из Простоквашина». Итак, чего не хватало, чтобы не быть вредным и вовремя доставлять свою корреспонденцию. Напоминаю, что разыгрываем пригласительный билет на выставку «Доисторические насекомые в Янтаре». Эта выставка проходит в эти дни в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Давайте познакомимся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Ксения, скажите, пожалуйста, прежде чем вы ответите, дадите свой вариант ответа, скажите, пожалуйста, вы письма, какие сегодня предпочитаете все-таки? Ну, конечно, в электронном виде. Но одной тете, так как у нее нет связи с интернетом, я поздравления ей всегда высылаю почтой на Новый год, день рождения. Я именно пишу, подписываю открыточки и получаю в ответ тоже письмо. Вам, скажите, вот есть какое-то особое очарование в этом процессе, как вы считаете? Ну, да. Руку размять. Вы знаете, за откровенность эти аплодисменты для вас. Спасибо. Ну, руку размять, действительно. Хорошо. Ксения, ну тогда ваш вариант ответа. Чего не хватало почтальону Печкину, вот чтобы не быть вредным и все вовремя успевать доставлять у корреспонденции? Ну, велосипеды, конечно. Ну, конечно, велосипед. Очень легкий вопрос. Специально для вас вот эти пригласительные билеты на выставку «Доисторические насекомые в Янтаре». Спасибо большое. Эти аплодисменты тоже для вас. Ну что ж, вот, Оксана, у меня еще вопрос для тебя. Насколько вообще бизнесмену и вот, Игорь, музыканту интересны и удобны сегодня услуги, вот, которые предлагает почта, вот, кроме, допустим, писем? Ну, здесь я хочу сказать только все самое лестное в отношении Белпочты, потому что, если как частное лицо я практически не пользуюсь услугами почты, потому что коммунальные мы уже платим удаленно, через карточки. Письма мы не получаем только, если, как вы в начале передачи говорили, от ГАИ или что-нибудь оплатить, штраф налоговый какой-нибудь, да. То как раз как час, как бизнес, представитель бизнеса, мы пользуемся услугами вашими очень активно. И в последнее время я хочу сказать, что спектр услуг позволяет и по цене очень хорошо использовать ваше предложение. Вот мы сейчас пользуемся активно предложением e-commerce. Очень удобно для интернет-магазинов в любую точку Беларуси, в любой день, служба курьеров работает, к нам приезжают, забирают и доставляют на следующий день в любую даже сельскую местность. Чего не может позволить себе ни один экспедитор, который есть частный у нас на нашем рынке, ни ММД, ни Автолайт, это ни в коем случае не реклама, но это действительно ваш плюс. Потому что ваша сеть позволяет действительно здесь быть очень конкурентоспособной. Спасибо, Оксана. То есть вот получается, что почтовая связь, да, вот как средство общения людей, которое всегда имело большое значение, она сегодня претерпевает вот такие вот преобразования. Вот Галина Анатольевна, вот можно ли сказать, что все-таки она действительно становится удобнее, доступнее для жителей нашего региона? Расскажите. Думаю, что да. По двум причинам. Во-первых, есть такой показатель, его использует любая почтовая администрация любой страны. Как количество населения, обслуживаемого одним отделением связи. У нас этот показатель по Гомельской области 2,5 тысячи. На одно отделение? Да, 2,5 тысячи человек на одно отделение связи. В целом по республике Беларусь он 2,68. Ну а в других странах, Россия, Украина, Польша, ну вот и ближние там, и дальние зарубежья, у всех, так скажем, далеко за 3 тысячи человек. Это первое, почему я делаю вывод о доступности. А второе, мы постоянно меняем свою сеть. То есть там, где у нас, там, где население убывает, ну где-то в сельской местности, условно говоря, мы переводим это отделение на мобильную форму обслуживания. А там, где население увеличивается, строятся новые микрорайоны. Там мы либо строим новое отделение связи, либо открываем в каких-то, ну берем в аренду. Только за последние годы мы построили в 53-е отделение в 19-м микрорайоне. Мы построили в Кленковском микрорайоне отделение связи. Мы построили, практически построили, то есть въехали в новое помещение в 104-м микрорайоне. А сейчас мы достраиваем отделение в Мозыре, в густонаселенном микрорайоне. Благодаря этому мы еще больше увеличиваем свою доступность. То есть вы сказали про мобильность, когда, скажем так, я так понимаю, почтальон становится мобильным в каких-то сельских малонаселенных пунктах. Можно говорить сегодня о том, что женщины, пенсионеры, которые живут в малонаселенных пунктах, все-таки получат свое письмо и свою газету? Конечно. Во-первых, у нас существует социальный стандарт доставка почты не менее пяти раз в неделю, в котором мы придерживаемся всегда это правило. Второе, на селе, там, где нам это удобно, там, где большие расстояния между населенными пунктами и достаточно малая численность населения, мы либо обслуживаем передвижным отделением связи, либо обслуживаем, ну, так скажем, почтальоном за рулем автомобиля. Моторизированная доставка у нас это называется. Ну и только, так скажем, в тех случаях, где это для нас экономически эффективно, там у нас почтальон ходит своими ногами. Но 62% сельских населенных пунктов на сегодняшний день у нас обслуживается моторизированной доставкой. Это почтальон за рулем машины. Ничего себе. Кстати, о почтальонах мы поговорим еще сегодня в нашей программе. Скажите, вот письмо, которое мы с Игорем составили для Добружского района, для жителей, вот как долго вообще оно будет идти в Добружский район? Вы же умная женщина. Вы выбрали письмо первого класса. Оно достанется завтра. А, уже будет завтра у ребят? Да, ну естественно, если вы отправите его до отхода почты. Но если мы говорим о пересылке простых писем, то у нас существуют стандарты по стране между областными центрами. Это день плюс два дня, а между другими населенными пунктами день плюс три. Если хотим быстрее, то это либо первый класс, либо ускоренная почта. То есть есть варианты самые разные сегодня. Один день, два, три. Если кто-то торопится или кто-то мечтает в ожидании пожить, то можно или с финансами связано. А расскажите нам, пожалуйста, о новшествах. Какие сегодня формы работы с населением появились? Насколько они успели вообще еще зарекомендовать себя новые? Ну, наверное, самое главное, что мы также успешно осваиваем интернет. Наши клиенты сегодня могут заказать курьера на дом, могут заказать как доставку посылки на дом, так и обслуживание на дому прием, либо почтовое отправление, либо прием подписки. И все это обслуживание через интернет очень замечательно сочетается с нашими возможностями в части наличия огромной армии почтальонов. Можем дойти в кратчайший срок до любой квартиры. А вот, Игорь, ты когда последний раз на почте был? Да, наверное, дня два назад. А, тут совсем недавно. А вот ты заметил электронные очереди? Да, мне очень понравилось, да. Такая интересная, такая современная форма. Вот как она вообще приживается сегодня у нас? Приживается, приживается. Понимает, нормально принимает это? Постепенно, постепенно принимает. Вы знаете, да? Возникают иногда вопросы. Ты просто знаешь, ты в платежную неделю, наверное, не был на почте, когда очень много людей. Мне кажется, тут и электроника даже не справится. Нет, здесь начинается как бы момент игры. Так. То есть ты приходишь, берешь там, допустим, ты приходишь, тебе дает там 119-й, а там идет 60-й, допустим. И ты сходишь с ума, да? И ты так, сколько же ты минут? И уходишь гулять просто. Гуляешь, гуляешь. Ну, вот из трех раз я два раза попал, один раз и опоздал. Вот. Ну, в принципе, неплохой результат. Ну, ты знаешь, у меня такой очереди никогда не встречалось. Нет, это было... В 51-м микрорайоне на почте как-то там пару человек. Нет, на Реческом шоссе вот там, да. Вы знаете, что я хочу сказать? Сейчас такие отделения, вот, кстати, то, которое на Реческом шоссе, и вообще 20 самых крупных отделений связи города и области, мы оснастили бесплатным Wi-Fi для клиентов. Поэтому можно далеко не ходить. Мы это такой подарок сделали нашим клиентам к нашему профессиональному празднику. Количество этих отделений будет увеличиваться, но пока 20 – это вот те, которые, на наш взгляд, нужнее всего. Платежную неделю теперь тоже не страшно, да? Берете телефоны и, в принципе, пишете письмо, и в это время общаетесь Wi-Fi. Ну что же, очень интересная информация. А там, глядишь, заплатил все налоги, пока стоял, и уже и не надо. Ну, вообще, вот если, дорогие друзья, кто-то сегодня думает, что почту разносят исключительно сервисы в интернете, то, конечно же, ошибаются. Мы уже сегодня сказали, что для этих целей до сих пор, поверьте, даже для меня это было как-то несколько удивительно, существуют почтальоны. Я знаю, что, вот, Оксан, ты путешествуешь много, бываешь вот в деловых поездках, недавно вообще вернулась из Европы. Вот ты там видела почтальона, вот скажи только честно? Честно, нет. Ни разу на улице не видела почтальона? Нет, они везде есть. Они везде просто не встречались, наверное. Нет, возможно, я не ставила себе цели увидеть почтальона. И вот если бы вы до моей поездки мне сказали, Оксана, пожалуйста, найди почтальона, я бы его нашла. Юля, скажите, пожалуйста, вы почтальона вот когда встречали последний раз? Ну, довольно-таки часто. Да и за границей в Германии тоже встречала почтальона. В сельской местности, правда, но на автомобиле... С большой сумкой на плече? Ну, не с большой, но с сумкой, да. Ну, как же не с большой? Вот помните, кто стучится в дверь ко мне? С толстой сумкой на ремне. С цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке. Это он, это он? Ленинградский почтальон. Дорогие друзья, по телефону 342243 просто назовите название этого произведения и кто автор этих строк. Мы разыгрываем еще один пригласительный билет на выставку «Доисторические насекомые в Янтаре». Напоминаю, выставка проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей, поэтому ждем ваш вариант ответа. Ну, а я прямо сейчас хочу пригласить в эту студию самого настоящего почтальона. Это Светлана Васильевна Школьникова. Встречайте, пожалуйста. Светлана Васильевна, добрый вечер. Проходите. Присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире. Ну и для начала, конечно же, примите поздравления в вашем лице. Мы хотим поздравить всех почтальонов с этим праздником. И вот эти аплодисменты для вас. Ну, для начала расскажите нам, какой населенный пункт вы сегодня обслуживаете? В отделении почтовой связи номер 28 города Гомеля это старая аэродром. То есть это улица вот этого старого аэродрома, получается, район. Ну, всех волнует вопрос, где ваша сумка? Потому что почтальон должен быть с большой сумкой. Ну, я же вам не приду с пустой сумкой, потому что все уже роздано. А, то есть в конце дня, в 8-9 часов вечера у почтальона пустая сумка? Ну, у нас, да, например, да, от 3-х часов рабочий день, и у нас все роздано. Все письма, все газеты, журналы, все доставлены на почтовые. То есть все, кому сегодня пришла какая-то корреспонденция, уже все в почтовых ящиках. Да, да, уже почитали. Это очень радостно. Уже все новости. И написали ответы, новости прочитали. Светлана Васильевна, скажите, сколько же километров за смену вам приходится проходить в средний день? Восемь. Восемь километров в день. Вы уже привыкли, наверное, к этому разную погоду? Клиниться, потому что я вспомнил. Дело в том, что моя первая работа, которая вот, я еще был школьником, наверное, и вот летом решил подзаработать. Вот, я зашел вначале на завод какой-то, там очень сильно громыхало все, это не мое, вот, и пошел на почту. Да, ну, и работал почтальон? Я один месяц, видимо, кто-то уходил в отпуск, а я пошел. Игорь, как-то об этом забыл. Вот с этого начались сегодня программы. А тебе сумку такую давали? Да все давали. Ну, я вам скажу, что это после вот этой работы я, наверное... Решил стать музыкантом? Нет, не в том дело. Но я просто понял, что это такой, значит, тяжелый труд. Но даже не в том дело. Может быть, это первый раз я почувствовал, что такое взрослая жизнь. Потому что это как бы дисциплинировало. Нужно было прийти рано утром, собрать все эти газеты. Потом туда же еще письма, потом это все разнести. Вот вы говорите об этом, так, ой, легко, ля-ля-ля. Но я-то помню, что это далеко. За столько лет уже привыкла. Наверное. Но для меня это было... Больше 17 лет. Больше 17 лет. Вы знаете, вот эти аплодисменты для вас. Больше 17 лет каждый день по минимуму по 8 километров. У вас есть какой-то транспорт? Нет. Вот у почтальонов в городе. В городе это невыгодно. То есть ни велосипеда, ни самоката. Для тех наших почтальонов, которые работают в отделениях связи, нам невыгодно содержать транспорт. На селе, да, это выгодно. А я вообще мечтаю, чтобы наши почтальоны по городу передвигались на самокатах. Знаете, такие модные сейчас виды транспорта. Почему нет? И очень даже современно. Скажите, пожалуйста, Светлана Васильевна, как часто вы приносите людям письма? Каждый день. И много вообще писем в вашей сумке вот обычно? Три, десять? Ну, смотря как какой день, и бывает и 50 штук. Ну, да, а в преддверии праздников очень много. Получается, вот сейчас скоро будет Новый год. Начинают писать открытки. Потом будет Рождество. 23 февраля, 8 марта. С днем рождения поздравляют. Так что много писем. И открытки, и письма. Почтальон думает, ох, сегодня я и похожу, и поношу эту тяжелую сумку. Скажите, как люди воспринимают сегодня почтальона? Потому что я знаю, что раньше, особенно в сельской местности где-то, это был особый праздник, когда приходил почтальон. И вот так ждали. Ну, и сейчас тоже самое. С радостью, с улыбкой, что вот пришел почтальон. Пришел почтальон, принес письмо, и не только стоит заметить. Ну что ж, вот хотелось бы задать вопрос еще, какое главное качество, как вы считаете, должно быть у хорошего почтальона? Ну, главное качество почтальона – это уметь выслушать людей разных возрастов и категорий. И вам удается это? Да. Да? Да. Вот что значит опыт работы. Игорь, ты многое потерял, когда покинул эту профессию. Ну, я шел, собственно, на месяц просто попробовать. Ну, вот ты же попробовал, хороший опыт. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Ирина, скажите, вы пользуетесь сегодня услугами почты, пишете письма, почтовые ящики? Вы знакомы вам сегодня это все? Сейчас очень редко, но в детстве, конечно, очень часто с друзьями переписывались. И письмо – это было самым большим счастьем получить письмо от друга, от какого-то близкого родственника на день рождения. Ну, сейчас это очень редко. Ну, вот видите, сами себе в этом счастье отказываем. Никто не мешает, конверты есть, ручка есть, почта есть, вперед. Вы знаете, у вас есть, кстати, хорошая возможность сегодня поздравить всех работников почты, ну, можно сказать, с международным профессиональным праздником. Так что эфир для вас. Да, я хочу поздравить всех работников почты и сказать, что эти люди являются носителями частички счастья в каждый дом для каждого человека, потому что это действительно сейчас такая большая редкость. Я не знаю, почему мы забыли про это, но это действительно, ну, счастье из детства. Спасибо, спасибо. Спасибо им большое, с праздником. Спасибо большое, спасибо, эти аплодисменты. Ну, я знаю, что вы позвонили не просто поздравить, но еще и поучаствовать в нашем конкурсе. Давайте напомним для наших зрителей, условия конкурса нужно назвать автора стихотворения и само название произведения. Еще раз, кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне с цифрой 5 на медной бляшке, все неформенные фуражки, это он, это он, подсказывайте мне. Ленинградский почтальон, ну, кто автор? Самуил Яковлевич Маршат, любимый детский писатель, поэт, обожаю его. Ой, спасибо. Скажите, как произведение называется, помните? Ну, мы вам подскажем, правда, раз вы угадали автора. Стихотворение называется «Почта». Почта, да, да. Почта, ну что ж, пригласительный билет на двух человек на выставку «Доисторические насекомые» в Янтаре, во дворец Румянцевых и Паскевичей, достается вам. Спасибо большое, и эти аплодисменты тоже. Кстати, заканчивалось это стихотворение, тоже очень красиво. «Честь и слава почтальонам, утомленным, запыленным, слава честным почтальонам с толстой сумкой на ремне». Так что это все для вас сегодня, эти аплодисменты. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот говорят, что профессия почтальона, кстати, в интернете можно найти очень много такой информации, что она входит в список исчезающих профессий. Мне очень интересно вот ваше мнение. Есть ли будущее у этого ремесла? Галина Анатольевна. Ну, я с таким выводом относительно того, что эта профессия исчезает, категорически не согласна. Возможно, изменится, ну, наверное, невозможно, а так и произойдет, изменится содержимое сумки почтальона. Так. Возможно, даже самой сумки не будет. Телеграммы, ну, их уже, так скажем, практически нет. Не исключено, что когда-то сойдут на нет именно рукописные письма. Где-то, может быть, будет вопрос с газетами. Известно, что газеты переходят в интернет. Нет, но вот доставка посылок от тех же интернет-магазинов, ну, пока жив интернет, это будет наша работа. Поэтому, может быть, просто вместо сумки почтальона это действительно будет автомобиль, который будет уже даже и в городах, но почтальон будет жить и работать всегда. Спасибо. Я хотел бы тоже сказать вот по поводу... Я иногда пишу какие-то произведения, они в конечном итоге получаются сборники такие. Ну, я их рассылаю своим друзьям и, конечно же, пользуюсь почтой. И вот как раз к вопросу... Вот в этом году я был в Чехии, и, ну, поскольку всегда было, как бы считалось, что, допустим, из Чехии послать письмо, ну, дешевле в Европу, чем, допустим, ну, ближе, может быть, и так далее. Но, тем не менее, я нашел почту, вот. И оказалось, что нет. У нас в Беларуси вполне нормальные тарифы, хоть нам кажется, но там еще дороже. Там еще дороже. Так что я больше не буду, как бы, я буду посылать через нашу почту. Да, так надо делать. Но это надо узнать. Оксана, что касается вот моего мнения насчет вымирающей профессии, я думаю, что просто она немножко претерпит изменения. Трансформируется. Трансформируется, да. И скорее это будет похоже больше на курьерскую службу. Потому что, что касается частного бизнеса, услуги почты нужны будут всегда для того, чтобы доставлять деловую корреспонденцию. Не всегда в деловой переписке можно использовать электронный документ, и, в общем, всегда мы каждый день получаем письма по 10, по 15 от наших клиентов с договорами, с оригинальными печатями. То есть вы тоже никуда не денешься? Никуда не денешься, да. С какими-то подтверждениями, с сертификатами. И это все равно останется. Единственное, что я вижу, что возможно, что... Ну, в принципе, почтальон сейчас выполняет курьерскую службу доставки. И возможно, что наша почта больше перейдет именно в этот ранг. Ну, очень жаль, потому что наши почтальоны на самом деле не просто курьеры, а это еще такие душевные люди, и они очень многое значат для тех, кто получает от них определенные посылки или корреспонденцию. Ну что, поживем, увидим. Спасибо большое. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру по телефону 34 22 43. Пишите нам в Абере, очень интересно ваше мнение. Какие письма предпочитаете вы сегодня? Электронные или вот такие вот в конверте, написанные от руки? Напоминаю, что сегодня Всемирный день почты. Можете поздравлять сегодня почтальонов и не только, всех работников почты. Но мы вернемся в эту студию сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дорогие друзья, это прямой эфир. Игорь Шошин вот только что вот эта вот игра вот так вот нас очаровала. Аплодисменты, Игорь. Спасибо. Все на самом деле написано, придумано Игорем. Вот то, что сегодня звучит в прямом эфире. Игорь, как ты считаешь, вот может быть, все это посвятим сегодня работникам почты? Ну, дело в том, с удовольствием я это все посвящаю, но могу сказать, что вот у меня сейчас выходит новый сборник. Вот это трио такое, то есть для трех гитаристов, вот называется этот сборник Шоколад. Это Шошин, Копенков и Лад. Так. Шо-ко-лад. Вот такой вот как бы сборник. И там одна из пьес называется, знаете как? Как? Пост-кроссинг. Пост-кроссинг. Дорогие друзья, кто не знает, оставайтесь с нами, позже расскажем, что это такое. Да, да, да. И вот, ну, к сожалению, я сейчас не сыграю, потому что для трех гитаристов написано. И только свеженькое. Ну, видишь, как ты смог. Ну что ж, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают, это что-то такое удивительное, необычное. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер, да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Дима. Дима, слушаем вас. Ну, вот, я, во-первых, вот, слушал, да, Игорь, во-первых, клево очень на гитаре играет, да, как раз хотел сказать, что мой знакомый один интересуется вот этим всем творчеством, как бы, он бы даже сходил бы на концерт к Игорю, вот, интересно так играет очень. То есть вам интересно творчество, да, я так понимаю, как что? Да, творчество, вот, какие новые проекты у него будут в ближайшее время, то есть вот это вот именно. Так. Вот, и пользуясь случаем, конечно, бы хотелось поздравить сегодня День почты всех почтальонов, всем, все, кто работает в этой сфере, конечно, с их праздником профессиональным пожелать удачи, здоровья и всего самого хорошего. Скажите, Дмитрий, спасибо большое, спасибо, вот мы присоединяемся. Скажите, Дмитрий, а вы письма пишете сегодня вот в конвертах? Да, я пишу письма Деду Морозу, вот. Ну, звонокомым, друзьям, конечно, пишу письма и вот, и больше, конечно, я предпочитаю сейчас уже электронный вариант, то есть электронная почта, вот, и только вот там, он перестанет, вот так. Спасибо, Дмитрий. Ну, вы не отказываете себе в этом удовольствии, попробуйте написать письмо, положить в конверт и отправить, хотя бы Деду Морозу уже сейчас можно даже это делать, почему уже нет. Спасибо за телефонный звонок, вот я хотела бы зачитать несколько сообщений от наших зрителей в Абере, их очень много сегодня приходит на самом деле. Только бумажные письма, пишет Саша Масейчук, только бумажные письма можно слать в неограниченном количестве в места лишения свободы и получать такие же долгожданные бумажные весточки, для кого-то действительно очень важно. И это тоже какая-то семейная история, трагедия, не трагедия, но в любом случае, да, письма. Фронтовые письма-треугольники, часть истории, они хранятся в музеях, в домах, в почетном месте, а электронные почитал сто штук и забыл, сообщил нам Александр из Светлогорска. А вот еще одна наша телезрительница, Светлана, рассказ такую историю в Абере. Несколько лет назад путешествовала по Германии, купила открытку и отправила подруге в Тольятти. Получив эту открытку-привет спустя полторы недели, она позвонила в скайпе, растроганная, прослезилась, признавшись, что очень-очень давно не получала настоящих писем. Было очень приятно, я так понимаю, Светлана продолжает это все практиковать. Ну, а Евгений Балюков поздравляет всех работников почты, всех инкассаторов почты города Гомеля с профессиональным праздником. Евгений, эти аплодисменты, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, есть еще возможность и вам присоединиться к этим поздравлениям. Ну, а у меня есть вот конкретные вопросы для Галины Анатольевны. Вот недавно в Гомеле появились почтоматы. Вот мы сегодня говорим о новых услугах. Расскажите вообще, что это за новшество, где оно находится, как им пользоваться и чем вообще оно удобно? Ждем. Да, первый почтомат появился в Гомеле. Фактически это камера хранения. Находится он у нас на Курчатова-2, между двух вокзалов. Вот так выглядит почтомат сегодня, да? Да, да, совершенно верно. В чем заключается его удобство? На сегодняшний день он применяется для перенаправления и для хранения международных отправлений. Ну, вот те посылки из китайских интернет-магазинов наших, которые заполонили нашу страну. Когда она еще не вошла на территорию Республики Беларусь, нужно у нас на сайте осуществить перенаправление. И вместо адреса, указанного на оболочке, оно пойдет сразу в почтомат в какую-то из этих ячеек. Ну, вот нас всех волнует, просто не надо ли до того, что, ну, прежде чем подойти к почтомату и забрать посылку, не надо ли несколько раз для этого прийти на почту? Нет. Не надо. Нет, один раз надо вначале для того, чтобы идентифицировать вашу личность. Дальше вы можете пользоваться банкоматом, почтоматом, прошу прощения. Ну да, идентичный. Сколько раз, сколько вам нужно. Получатель получит уникальный код, персональный код, ну и сообщение о том, что его отправление прибло. Он приходит, вводит его там. Сообщение на мобильный телефон. Да, да, вводит, получает свое отправление. Услуга это бесплатно. А, тем более бесплатно. Трое суток хранится отправление в почтомате. Если человек его не забрал, тогда оно оттуда изымается и направляется по адресу, который указан на оболочке. То есть три дня всего хранится. Игорь, что хотел спросить? Суток, потому что можно забрать даже ночью. А, ну действительно. Это же за, это находится на улице. Да, ну как-то еще так непривычно. Я хотел просто узнать, а вот эта ячейка, она закрепляется за клиентом или она как бы является вот звеном каким-то вот во времени? Нет, каждый раз, каждый раз. Свободно туда и... Он уже с камерой хранения сразу. Там просто она сразу открывается, и вы не ошибетесь, когда вы ввели свой код, откроется одна единственная ячейка, там и будет ваше отправление. А меня очень удивило, что Оксану удивило, такого продвинутого человека. Это уровень, я хочу сказать. Ты не пробовала еще, нет? Потому что самая главная проблема, достать из почты почтовую посылку, это время работы. Потому что когда почта работает, мы работаем. Когда мы заканчиваем работать, почту тоже заканчиваем. И сколько раз было, да, когда мне надо было получить посылку, я смотрю на часы, да, уже 8-9, ну какая там уже почта. А так это респект. Вы знаете, вот мы сегодня несколько раз уже употребили такое интересное слово посткроссинг, посткроссеры. Это, знаете, очень интересное явление. Но прежде чем мы о нем поговорим, я бы хотела спросить. Помните, в детстве мы получали открытки из разных стран? Кто-то там из Чехии, ну, самых-самых разных стран. Мы их ждали, обменивались. Было такое? Да. Было такое? Было такое? Конечно. Конечно, это было, мне кажется, у каждого школьника в Советском Союзе. Ну что любопытно, дорогие друзья, вот письма, они вот все-таки исчезают, да, а открытки остаются. Более того, в последнее время обмен открытками превратился в целое международное движение под названием посткроссинг. Вот насколько популярным стало это явление у белорусов, расскажет самый настоящий гомельский посткроссер. Это Юлия Кондратенко, которая смогла объединить вокруг себя клуб юных посткроссеров. Ну вот эти аплодисменты для вас. Расскажите нам в двух словах, что же такое вот этот самый посткроссинг? Ну, говоря простым языком, посткроссинг – это обмен открытками и марками между людьми, независимо от их местонахождения, пола, возраста, религии, расы. В 2005 году он был придуман португальцем, студентом, Пауло Мартаньяш, по-моему, его звали, зовут. Вот, он сам любил обмен открыток и воплотил эту идею, вот такой интернет-портал, да, то есть адрес. То есть без интернета в любом случае не обошлось? Нет, без интернета никак не обойтись. Вот. Сегодня я знаю, что в вашей школе, в 53-й, да, много очень учеников, вот прямо вот, ну, как это сказать, увлечены посткроссингом, да. Но я так понимаю, что любой человек, который собирает вот открытки, отправляет их по всему миру, может называть себя сегодня вот этим модным словом, да, посткроссер. Или все-таки есть какие-то вот особые правила? Ну, нюансы есть, потому что все-таки марки собирает у нас кто? Филателлисты, открытки – это филокартисты. Посткроссеры – это все-таки люди, которые имеют прямое отношение именно к сообществу посткроссеров, люди, которые именно зарегистрированы на этом сайте. Даже если вы можете присутствовать при разговоре двух посткроссеров, у них может быть своя лексика какая-то, да, вы можете даже не понять. То есть, в принципе, посткроссером может стать любой, сама процедура регистрации, она несложная. То есть обязательно зарегистрироваться, быть зарегистрированным. Конечно, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, заполнить небольшую анкету, написать о себе и какие открытки вы бы хотели получать. И потом, когда вы нажимаете, есть такая кнопка, send a postcard, отправить открытку, вам приходит адрес человека, которого вы не ожидали, да. То есть вы заходите, читаете его анкету. Нашим ребятам первое время они были удивлены, потому что среди посткроссеров очень много людей, которые на пенсии находятся. И 80-летние бабушки из Америки, и 70-летние дедушки из Германии. Они рассказывают про своих внуков, про своих кошек и собак. Но это тоже интересно, да. Совершенно по странным людям из других стран. Совершенно по странным людям. Вы пишете на открытке код, когда, к примеру, эта бабушка получает вашу открытку, она этот код вносит в систему. И только тогда на другом конце планеты, планеты Земли, человек получает ваш адрес, и вы не знаете, от кого придет открытка вам. То есть в этом как бы интерес, да, ребят, что они не знают, от кого им придет открытка. То есть такое вот сочетание современных технологий, да, вот интернета, и в то же время вот обычная открытка, которая пишется обычной ручкой. Пишут от руки, многие любят марки интересные, коллекционируют. Вот приходили ребятам тоже кто-то иллюстрации из экзюперии «Маленького принца» рисовал, как у Дафот проглотил, да, шляпу. Ну вот, ну очень интересные люди попадаются. Ну и плюс, конечно же, дети изучают английский язык. То есть я сама учитель английского языка, поэтому в первую очередь мы создавали вот наш клуб для усиления мотивации к изучению английского языка. Потом при помощи посткроссинга у нас начали заводиться знакомства, поэтому помимо официального обмена через сайт, мы перешли к переписке. То есть помните, да, советских школьников, которые, да, на самом деле, да, то есть у нас завязались друзья по переписке. И даже была у нас школа из Турции, мы вели очень такой, у нас был плотный контакт, и скайп-конференции мы проводили. Я хочу рассказать нашим зрителям, что сегодня в студии присутствует, скажем так, самый активный участник вашего клуба, это Дарья Мороз. Я хочу пригласить ее в нашу студию, Дарья Морозова. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, спасибо, что пришла к нам сегодня. Расскажи, сколько, я так знаю, что вот это все твои открытки, или частично? Это все мои, но это не все. У меня около 125 карточек. 125 открыток, которые ты получила из самых разных стран. А сама сколько отправить успела? 130 где-то. Ничего себе, сколько ты уже занимаешься этим? Меньше года. Меньше года, и такое количество открыток, мне кажется, это достойно аплодисменты. Это, представляете, каждый день Новый год практически. Дарья, скажи, пожалуйста, вот ты держишь в руках какую-то открытку, я так понимаю, что она какая-то для тебя самая дорогая, наверное? Да, эта карточка, вот я зачитаю, это моя первая карточка, которую я подписала и отправила. Эту карточку отправила Агата из Польши, и она нарисовала ее сама, она работала дизайнером, очень красивая и ценная для меня самая. И я так понимаю, на английском языке ты сейчас это все перевела? Ты же наизусть знаешь эту открытку, да? Спасибо. Спасибо. Скажи, пожалуйста, какие вообще темы открыток выбирают сегодня посткроссеры? Вот что это? Города, ручная какая-то работа, мультяшные герои, что модно сегодня? На самом деле очень разные, начиная какие-то достопримечательности и заканчивая карточками определенных авторов. Ну, вы знаешь, мне кажется, Оксана, это хорошая идея сегодня рассказывать иностранцам, да, вот в другие страны о Белоруссии. Какие-то наши памятники, какие-то наши художники, музыканты там, какие-то, ну, любые явления, они могут, в принципе, попадать вот туда вот далеко. Да, вот Белоруссия выпускает, то есть сейчас уже, когда они знают о существовании посткроссеров, есть и уголки посткроссеров, и встречи в Минске особенно проходят посткроссеров. И если когда наш клуб создавался в 2010 году, то ассортимент открыток, это были, ну, просто областные города и какие-то архитектурные памятники, то на данный момент целая коллекция, белорусская флора, фауна, национальная кухня, какие-то артхаузные открытки. Ну, то есть сейчас выбор именно на главпочтамце, особенно нашим, Гомельском, большой. Ну, и помимо этого еще создаются и интернет-магазины, да, вот Даша упомянула, что есть авторы, художники, которые свои именно открытки рисуют и выставляют в продажу. Я извиняюсь, Оксана, ты тоже занимаешься посткроссингом? Для меня это открытие. Нет, я не занимаюсь посткроссингом, но, в общем, очень даже в тему, у меня есть такая хорошая стопочка открыточек, я же шла на... На передачу о письмах, да. Да, о письмах. Дело в том, что я люблю дарить открытки, да, я люблю дарить открытки своим друзьям и нетривиальные. И у меня есть подруга, она выбирает картины художников и создает вот такие открытки на основе полотен, да, известных и малоизвестных. И то, что вы говорили, Наталья, что благодаря открыткам мы можем нести культуру массы, это действительно правильно, потому что, возможно, эту картину никто бы не увидел. Смотри на Дашу, как у нее загорелись голова. Да, я, когда Дарья вышла, я поняла, что без подарка она не уйдет, поэтому, Даш, я тебе даю возможность выбрать из этой стопки, я все не могу тебе отдать, потому что они мне тоже чем-то дорогие, но три штуки. Можешь выбрать, Даша. Можешь выбрать, да. Возьми, пожалуйста, выбери себе все, что тебе нравится, не спеша, да. Ну, спеша, не спеша, но, Даша, мне хочется задать тебе вопрос, что дает тебе это увлечение. Ну, во-первых, это изучение английского языка, и если раньше... Вот, возьмите. Уже выбрала? Да. А покажи нам, пожалуйста, что ты выбрала. Так. Ну, это вот... Ну, она все такое концептуальное, да. Ну, они сами открытки, они нетривиальные. Она четыре выбрала, ничего, Оксана? Нормально. Ну, и что дает? Первое — это изучение английского языка. И если вот, когда я только начинала, вот получаешь эту открыточку, бежишь с дрожащими руками писать в переводчик, все вбивать, потому что ничего не понимаешь, то сейчас вполне можно вот понять смысл, что там написано. Даша, вот, знаешь, спасибо тебе большое. Вот стою, вот действительно удивляюсь и восхищаюсь. У человека горят глаза, и это так полезно. Спасибо, эти аплодисменты для тебя присаживаются. Игорь, ну, кроме того, что ты песню пишешь про посткроссинг, не захотелось самому вот так вот смайлики на открыточках нарисовать? У Оксаны еще есть, она тоже есть. И отправлять их по всему миру. Я знаю, что у тебя во всем мире, в каждой стране, наверное, есть друзья, знакомые ученики. Ну, поскольку я, в общем, связан с гитарной средой, то для меня это интересная мысль. Может быть, это вот оценят именно в гитарной среде. Почему нет? Очень хорошая идея. Да, то есть вы можете написать, что вы хотите получать открытки, связанные, например, с музыкальными какими-то направлениями, либо музыкальные инструменты, либо конкретно какие-то гитары. То есть вам будут приходить открытки, которые вы пожелаете. По своему собственному интересному извлечению. Ну что ж, спасибо. Дорогие друзья, время нашей передачи заканчивается. Есть еще несколько незаконченных таких, незавершенных дел. Это два интересных сообщения в Вайбере. Дмитрий спрашивает, почтовые марки, для чего они используются сегодня? Если можно, расскажите нам, пожалуйста. Сегодня, как и всегда, почтовая марка – это знак почтовой оплаты. Покупая марку, вы оплачиваете пересылку, предварительно оплачиваете услугу по пересылке. Ну, в данном случае, например, письма. Почтовые марки могут быть как художественными, так и стандартными. Ну, как бы сначала, конечно, появились художественные. Потом для простоты они стали стандартными кое-где. Но у нас Беларусь очень красиво выпускает марки. И очень высоко наши марки котируются на международном уровне. Например, по итогам прошлого года, в конкурсе на лучшую марку 2017 года, шестое место заняла наша страна с маркой «1025-летие Полоцкой епархии». Я хочу ее вам подарить. Ой, в нашей программе! Спасибо! Это мы должны вас сегодня дарить подарки. Спасибо! Действительно, это ценно. Действительно, спасибо большое. Есть еще один вопрос от Галины. Мне он очень понравился, кстати. Планируется ли на почте в этом году бесплатная акция ко Дню Матери? Когда можно отправить открытку маме? Есть такая вот услуга у вас? Да, каждый год мы ее проводим. И в этом году тоже она будет. Она будет 11-го числа, 11-го октября. Да, послезавтра. Да, чтобы мы успели к 14-му числу всем мамам доставить эти открытки. в нашем 50-м отделении, которое находится на площади Ленина, с 10 до 12. Вы можете подойти, вам дадут бесплатно открытку. Вы ее подпишите, и бесплатно она будет доставлена вашей маме в любую точку Беларуси. Дорогие друзья, День Матери не за горами. Мне кажется, это самый прекрасный повод заполнить открытку каким-то пожеланием или написать письмо, отправить маме в конверте. Мне кажется, любая мама будет счастлива получить такой подарок Дню Матери. Ну что ж, время программы заканчивается. Если можно, ваши пожелания своим сотрудникам, нашим зрителям в такой вот замечательный праздник. Во-первых, своих сотрудников я бы хотела поздравить с нашим Всемирным Днем Почты, пожелать им здоровья, удачи, успехов и сказать огромное спасибо за ту непростую работу, которую они делают каждый день. А нашим клиентам сказать, напомнить, что Белпочта ваш верный друг. Вот так, верный друг. Дорогие друзья, ну а я хочу добавить, что все-таки письма, мне кажется, отведена. Какая-то особая роль в нашей жизни, знаете, мне кажется, они фиксируют самые яркие моменты. Поэтому пишите письма, пишите электронные письма, письма в конверте. Главное, пишите, общайтесь. Не забывайте, да, что кто-то где-то ждет и с удовольствием будет получать такие письма. Ну а наша программа тоже еще раз поздравляет всех работников Почты с праздником. Пусть, конечно же, жизнь радует всех только приятными посланиями, только добрыми сообщениями. Ну а Игорь Шошин присоединяется к нашим поздравлениям. И сейчас будет музыкальный подарок, я так понимаю. Ну что ж, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»